Давайте вернемся к объявлению класса optional и посмотрим на синтаксис, как объявляется параметризованный класс. После имени класса идут угловые скобки с именами generic параметров. Если их несколько, то они будут перечислены через запятую. При желании мы можем объявить ограничения на тип параметра, используя выражение extends. А дальше имя класса или интерфейса. Причем ключевое слово extends используется в данном случае и для классов, и для интерфейсов. Можно даже потребовать, чтобы параметр реализовал несколько интерфейсов, перечислив их через знак имперсанда. В теле класса этот generic параметр может использоваться практически в любом месте, где и обычное имя типа. Можно объявить поле, или возвращаемое значение метода, или параметр метода, или локальную переменную. Generic параметр, заданный на уровне класса, используется для параметризации экземпляров, поэтому недоступен в статических полях и методах. Статический, да и не статический метод можно параметризовать отдельно от класса, объявив generic параметры в угловых скобках после модификаторов, но перед именем возвращаемого типа. В данном случае параметр тоже называется t, но это t совсем другое. Не то, что указано в заголовке класса. Субтитры создавал DimaTorzok